В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Итоги встречи главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова с жителями усадьбы Суханова. На сегодняшний момент мы раз расположили так, вот сейчас фрагмент подлодится, 34,97 метра. Уже взрослые в историко-культурном центре юным жителям муниципалитета вручили паспорта граждан Российской Федерации. Они как бы на ступенечку поднимаются выше взрослой жизни, они приобретают уже права. Грядущий праздник День России отметили в Центре социального обслуживания «Вера». Центр «Вера» очень часто каждому празднику устраивает какие-то мероприятия для того, чтобы наши получатели услуг подняли себе настроение. Единственный вопрос, который удалось обсудить на встрече главы Ленинского городского округа с жителями усадьбы Суханова, стал проект дороги Солнцево-Бутово-Видное. Два часа длилась дискуссия, в итоге которой были внесены предложения по изменению проекта. Подробности в репортаже Татьяны Брыловой. Больше двух часов длилась встреча главы Ленинского городского округа Дмитрия Абаренова с жителями ЖК усадьбы Суханова и соседствующих с ним домов. Вопросов было намечено немало, но в итоге успели обсудить лишь один проект дороги Солнцево-Бутово-Видное. На встрече присутствовали представитель инвестора проекта и проектные организации, которые детально рассказали о той части магистрали, которая будет проходить рядом с жилым массивом. Согласно нормативных документов, автомобильная дорога, кроме проезжей части, должна располагаться на расстоянии не менее 25 метров при наличии шумозащитных экранов. На сегодняшний момент мы трассу расположили так, вот сейчас фрагмент подруется, 34,97 метра. Не сразу удалось наладить разговор. Жители, обеспокоенные перспективой столь близкого соседства с трассой, вначале были категорически настроены. Но Дмитрий Абаренов дал слово каждому желающему, объяснив, что именно в этот момент происходит обсуждение проекта и в дальнейшем будут рассмотрены внесенные предложения. У нас, когда ДКО заставил эту территорию, поднимался вопрос по состоянию конструктивных особенностей нашего дома 18. У нас брачные панели, у нас везде трещины, у нас дом наш не выдержит ничего абсолютно. Могли бы вы организовать экспертизу несущей конструкции нашего дома? Руководитель УК ЖКХ Алексей Гаврюшин подтвердил свое согласие провести экспертизу за счет управляющей компании. Сделаете? Да, сделаем. Одно из предложений, прозвучавших на встрече, касалось расположения основной трассы. Жители уточнили, есть ли возможность для переноса ее южнее. А местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов поинтересовался, можно ли оставить одну разворотную петлю вместо двух. Утопить в тоннеле часть дороги такое предложение также было вынесено на обсуждение. На бумаге Дмитрий Абаренов пометил все моменты, которые будут донесены до разработчиков проекта. А к вопросу строительства дороги глава обещал вернуться в следующей встрече, которая состоится уже через несколько недель. В преддверии Дня России в историко-культурном центре прошло торжественное вручение паспортов 14-летним жителям Ленинского округа. На мероприятие и побывала наша съемочная группа. На лицах 14-летних ребят волнение. В этот день им предстояло в торжественной обстановке получить свой главный документ – паспорт гражданина России. Перед началом мероприятия учащаяся Володарской школы Анна Рыжикова призналась, что с нетерпением ждала этого события и немного переживала. Волнительно, потому что неизвестно, как будет это проходить, вдруг что не так сделаешь. Довольно необычно, потому что надеялись, что просто придем в пункт выдачи паспорта и просто возьмем. А тут позвонили, сказали. Приятно очень. Под аплодисменты зрителей шесть юных жителей муниципалитета получили свой первый паспорт из рук главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. У вас такой же возраст, когда можно пробовать разные направления, находить себя. Дерзайте, не бойтесь, чтобы у вас все получилось. Но самое главное, хочу вам пожелать, оставайтесь всегда любви. Поздравил новоиспеченных граждан кавалер двух боевых орденов Красной звезды Валерий Бодряшов. Он отметил, что получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Они как бы на ступенечку поднимаются выше взрослой жизни, они приобретают уже права. То есть он может трудиться, теперь иметь родовую книжку, этот юноша или девушка. Могут иметь банковские карты с приобретением паспорта. Но это не снимает с них, как мне кажется, обязанности. А обязанности молодого человека – это прежде всего надо учиться. Учиться, 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 впитывать в себя знания. В такой ответственный момент ребят пришли поддержать их родители. Хотел бы пожелать успехов в будущем, учиться, развиваться и занять свое достойное место в обществе. Участник студии «Звуковая волна» Михаил Бондарев подготовил музыкальный номер. Он исполнил песню с символичным названием «Все будет хорошо». Также Михаил поделился с ребятами своими воспоминаниями о том, когда он стал обладателем документа, удостоверяющего личность. Я паспорт получил 4 года назад. И на самом деле я понимал, что теперь на меня ложится уже ответственность, ответственность за мои поступки. И прежде всего нужно думать своей головой, потому что уже уголовная ответственность и так далее. Ну и, конечно же, есть возможность подрабатывать. Получение первого паспорта – это, несомненно, важное событие в жизни каждого молодого человека. А торжественное вручение документа стало еще и настоящим праздником, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники УМВД по Ленинскому городскому округу поздравили воспитанников детского сада «Лесная сказка» с предстоящим Днем России. Вместе с представителями общественного совета они рассказали ребятам об истории праздника, провели интерактивную игру, и запустили в небо воздушные шары цвета государственного флага. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлия Пагасян. Это утро воспитанники детского сада «Лесная сказка» провели очень весело и активно. В преддверии Дня России здесь состоялся тематический праздник. Разбившись на команды, ребятишкам было предложено сыграть в интерактивную игру на знания символики нашей страны. Красный цвет – это красная площадь. Синий – это небо, а белый – это облака. Речь, конечно, о флаге России. С этим заданием обе команды справились на отлично. А каково было удивление организаторов праздника, когда детки исполнили государственный гимн? «Славься, Отечество, наше свободное!» Мы с самого утра разговаривали на эту тему с детьми, провели с ними сегодня беседу. Также мы с ними сделали стенгазету тоже на эту тему. И это мероприятие было очень увлекательно, очень интересно, очень занятно. Дети с удовольствием отвечали, участвовали в этом мероприятии. Большое, огромное спасибо! Мероприятие было организовано по инициативе Общественного совета при МВД России по Ленинскому городскому округу и при поддержке сотрудников управления. С наступающим праздником воспитанников детского сада «Лесная сказка» поздравил председатель совета Валерий Нефантьев. Ребята, с праздником вас, с праздником помните, что мы живем в Великой России. Она была, будет, была, есть и будет Великой. С праздником вас! Ура! По итогу интерактивной игры победила дружба. Каждый ребенок получил подарок в виде мыльных пузырей, которые сразу же пошли в дело. Но принимающая сторона не осталась в долгу. Детки прочитали гостям стихотворения, посвященные правилам поведения пешеходов на проезжей части. И подарили стенгазету, которую вместе с воспитателями смастерили накануне. Мне очень понравилось, когда мы были на командах разных, и нам задавали такие интересные вопросы. В завершении мероприятия ребята вышли во двор детского сада, чтобы всем вместе запустить в небо воздушные шары в цвет государственного флага России. Раз, два, три! Триколор отправился в небо, чтобы напомнить горожанам о грядущем празднике великой страны. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Весело, вкусно и музыкально была в Центре социального обслуживания «Вера» накануне Дня России. Подопечных Центра порадовали необычным кулинарным мастер-классом и концертом. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Праздничные мероприятия накануне Дня России в Центре социального обслуживания «Вера» начались с мастер-класса по росписи имбирных пряников. Организаторы заранее выпекли заготовки, расфасовали по кондитерским пакетам сахарную глазурь, окрашенную в три цвета флага России, и раздали инструменты для смешивания. Участникам мастер-класса осталось только научиться всем этим пользоваться. Вы будете экспериментировать. Мы сделали большой круг для того, чтобы вы нарисовали, попробовали, и после чего уже ваш окончательный результат, чтобы вы красиво нарисовали на сердечке. Некоторые пришли не одни, а с юными помощниками. Сегодня праздник, День России. Вот мы решились с внучкой посетить это мероприятие. Марина Николаевна Шалуха Центр Веры посещает уже три года, поэтому ранее уже успела познакомиться с техникой росписи пряников. Посещаю все мероприятия, кружки разные посещаю, много кружков здесь. Интересно вообще, проводим время. А вот для Надежды Николаевны мастер-класс стал настоящим дебютом, причем двойным. Сегодня она впервые в Центре и впервые на мастер-классе. Сложно было как-то? Для меня пока да. Вот еще нужно, как говорится, если почаще, то оно будет лучше. Ну, пока еще у меня такой фантазии нету. Вообще очень интересно. Я буду стараться еще по возможности тоже ходить и заниматься. Такой мастер-класс помогли организовать члены торгово-промышленной палаты, которые активно участвуют в жизни Центра Вера и его подопечных. Уже примерно полгода мы сотрудничаем. Мы участвуем во многих организациях, праздниках, которые организует Центр Вера. И предложили, соответственно, привести мастер-класс. Можно рисовать, можно фантазировать, да, можно творить, можно все это очень легко делать и ничего сложного в этом нету. После пенсионеров ждал интересный праздничный концерт. Стихи, песни, танцы и театральные сценки скучать было некогда. Этот праздник подготовили усилиями многих коллективов, в том числе про-бизнесы, детские коллективы. И Центр Вера очень часто каждому празднику устраивает какие-то мероприятия для того, чтобы наши получатели услуг подняли себе настроение. Несмотря на начало дачного сезона, в Центре Веры продолжают работать все кружки и занятия. Приходите, если мечтаете, научиться петь, танцевать, рукодельничать, освоить цигун или йогу. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видно этого. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова